Музыка Как вы все знаете, в 2012 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 2000-летнего юбилея Дербента. Этому предшествовала большая работа, этому предшествовало большое внимание руководства страны к этому древнему городу, этому предшествовало посещение в 2005 году Цитадели Дербента президентом страны, этому предшествовал прямой телемост с президентом России с раскопок в Цитадели на Рынкала. 45-й сезон будет проводить Дербенская археологическая экспедиция нашего сезона, нашего института в этом году. И, конечно же, за эти годы сделаны колоссальные, значительные открытия, которые выходят далеко за рамки Дербента, Дагестана, Кавказа. И прошедший 2014 год он ознаменовался беспрецедентными масштабными исследованиями в Дербенте на различных объектах. Это выявление и исследования на древнейшем поселении Дербента, и это и открытие мусульманского культового комплекса на улице Медбекова, где производились как раз исследования во исполнение поручения президента страны. Это исследования в нижней части города, где выявлены были и остатки мечети XI-XII века, и масса других объектов. Это, конечно же, и исследования Дербентского гарнизона начала XVIII века. Это и раскопки землянки Петра I. Я только вернулся буквально вчера из Санкт-Петербурга, где проходил 7-й международный Петровский конгресс, очень представительный, в котором участвовали помимо российских исследователей, ученые из 11 стран Европы. И я с удовольствием хотел бы отметить, что Дербент был одним из центров притяжения на прошедшем сезоне. Южный город и вообще самая южная республика нашей страны впервые была представлена на этом конгрессе. И на нем Дербент был принят в Ассамблею Петровских городов. Идея создания этой ассамблеи, как и проведения самого конгресса, принадлежит выдающемуся классику, современному классику русской литературы Данилу Александровичу Гранину, который очень трогательно выступал на этом конгрессе. И еще одно отрадное событие тоже было совершенно неожиданным. На каждом конгрессе, значит, городу, где проводятся значительные исследования, в данном направлении присуждается знамя, стяг, флаг Петра Великого по двум номинациям. И вот номинации «Российский город» такого стяга был удостоен как раз Дербент.